На нашей планете есть очень много интересных и талантливых людей, о которых никто ни хера не знает. Народ смотрит всяких блогеров, недоблогеров, звездов шоу-бизнеса и другую различную, порой не очень талантливую шелупень. В этой рубрике «Очень интересный человек» вы будете знакомиться с очень интересными людьми, о которых мало кто знает. Ведущие сего мероприятия известный, популярный, красивый, харизматичный, талантливый, шикарный, сногсшибательный Евгений Ширяев. Это канал Негодяй ТВ и у нас в гостях будет очень интересный человек. Здорово, братан. Ой, какая песня у тебя там классно играет. Кино. Ой, какая песня классная. Слушай, кино вообще в один момент. Я не слушал, не слушал вообще. Подожди, я хочу пукнуть. Давай. Я выйду? Давай. Блин. Ты только постой. Сюда, стой подольше, стой сюда. У меня не получилось. А, сюда не неси, знаешь, вот это. Пукнул там. Нет, я все это знаю. Я все это знаю. Я все это прекрасно знаю. Ты их достаешь. Музыка прекращает играть. Ничего себе. Спасибо вот этим людям, которые придумывают айфоны, айпады. Я согласен. Макбуки. Не, ну, у меня, не, не, у меня китайский сиолог. Фу, блядь. Да, слушай, я не, я не это самое. Нет. Мне кажется, знаешь, вот это, вот это, купить себе айфон 10, а потом выйдет 11, и ты такой, типа, с 10-ым ходишь, надо 11-ый покупать. Как прическа у меня? Ну-ка, покажи. Нормально или кепку одеть все-таки? Ну, давай, посмотрим. Кручет. Слушай, ну, я в кепке, потому что я сейчас, смотри, какой я заросил. Фу, блядь. А как тебе, ну-ка, стой, стой. Как тебе моя прическа? Белый снег. Белый снег. Белый снег, блядь. Начнем с подарка. Пу, кому? Тебе. Мне подарок? Да, хоткет. Ой, это. Вау, это хоткет. Слушай, спасибо тебе большое. Выбираем. Давай по-честному, я выберу любимый цвет моей жены, это зелененькую. Это какой вкус? Это хороший выбор, потому что он... Грейпфрут? Да, грейпфрут. А это грэмбери. О, это, что, как переводится? Эти, как его... Яблоки! Нет, это ягода какая-то, скорее всего, да. Давай с тобой флопнем. Давай с залпом, с залпом сразу же. С залпом? Ну да. А что? А это будет такой флешмоб. Ну, давай, прикольно. Ну, мы же ведь. Не, подожди, кто быстрее? Да. Ну, а что, флешмоб не просто выпить? Давай пойдем. Так, подождите, подождите, дорогие друзья. Блин, я подожду. Всем привет, меня зовут Жека, а рядом со мной сидит Александр Матвеев, друг моего детства. Ну, правда, детство. Да, детство, детство. Мы в одной парадной жили. В одном туалете мы, считай, жили, потому что я жил на первом этаже, а Саня на третьем. И когда я пир делал... Да-да, у нас был общий стояк. Да-да, стояк был общий. Ну, по одному стояку. Я внизу, а он вот, грубо говоря, все это говнище, блядь, стекало все прям вот ко мне. Женьке поставлял, а Женька там уже сортировал. Да-да-да. Сашка вот такой, был такой неприятный тип, конечно, первые наши встречи, знакомства. Да ты что, серьезно? Ну серьезно. Я тебе не понравился, да, вначале? Саш, ты что, забыл? Отдай, отдай сюда эту самую херню. Конечно, Сань. Паша Смирнов, ты помнишь Пашу Смирнова? Пашка Смирнов. Ну, брат Артема Смирнова. Брат Артема Смирнова. Да, он в Царстве Небесное. Помер? Да, прикинь. Из-за чего? Слушай, я не знаю. Ну ладно. Короче говоря, с Пашкой Смирновым мы кусанулись, и он пошел к своему старшему брату, Артему. А Артем, блядь, пошел к тебе. Ну, потому что знал, куда идти, да, Темыч? А ты в это время ходил, блядь, на борьбу, кажется, во втором классе я был, ты был в третьем классе. Это не... Ты был в третьем классе. Да, я борьбой занимался. Во дворе были выебистые щенки. Это вот ты, Котов, Юра, блядь, ты посередине. И вот два яйца ходила всегда между тобой, блядь. Так всегда было, в детстве. Да ну, и потом. Третий класс. Третий класс. Ну, ну и что? И они пошли к тебе, и ты меня хуярил, ёпта. Все там хлопали в ладоши, ёпта. Серьезно? Выше меня, блядь, на три головы. Я, клянусь, не помню, у меня на самом деле, знаешь... Мы с бабушкой называли тебя губастым. Я прихожу домой, идет Чиппедел. Я к нему в чем не бывало, такой хуяк, типа Чиппедел смотрю. И бабушка такая, почему весь грязный? Почему? А я, прикинь, я такой, не почему. Губастый! Я такой, да. И бабушка такая, сейчас пойду. Я такой, не надо. И я сплачу, говорю, пожалуйста, я умоляю, не надо, не надо. Бабушка одевает красный плащ, как помню, сейчас выходит. И тебе кем, 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 кем. Она вас, короче, там ругала. Правильно сделала. И на следующий день подходит писька такая большая в виде тебя. Два яйца, блядь. Один котов, другой яблоков. И ты такой, блядь, очень крутой, блядь, губы трясят. Это мы на улице. А что ж ты мне раньше про это не рассказывал, только сейчас решил? Да я тебе рассказывал. Не рассказывал. Да мы, наверное, были обсажены, ты не помнишь. Да, ну прекрати. А, ты не куришь, наверное. Не, не, не. А, тем более. Ну и вот, и, короче, говори, ты такой. Ме. Я, короче, такой, сижу и такой. Нихуя. Красавец. Слушай, и я, короче, говорю, рассказываю это маме. Мама такая. Почему же, мяк? Ну, если тебе мир, то мир, блядь. Ты чё, блядь? Это было неправильно. Я такой, да. Ты мне рассказываешь, что после этого мира это я ещё раз расскажу. Слушай, нет, нет, нет. Ну, у нас была дистанция, ты на меня всегда косо смотрел. И я тебе так недолюбчиво так тебя вот это вот оценивал. Класса до седьмого, наверное, в школе. Ну да. А потом, вот я не помню, как мы с тобой засектынились. В классе восьмом где-то. Слушай, ну я могу сказать, что между нами точно химия. Помню. Чтобы внутри нас было, но это не химический же продукт. Это энергетик. Энергетик, в котором как бы есть тауринчик и всё. Да, тауринчик. Ну чё? Давай. А, залпом, да? Ну залпом. А, кто быстрее? Подожди, и так? Подожди, надо, если кто-то поиграет, он может выполнить какое-то будет желание потом. Ну просто желание. В каком-то таком скотское, блядь, потаскушече. Прям потаскушече? Поганое, вонющее. Слушай, ты не забывай, что я артист академического театра, и мне ну совсем скотские поступки. Я не могу, я всё-таки несу культуру в массы. Ну ладно, ну какой-то блядь, блядь, убожеская, какой-нибудь поступок. Давай, на желание. Поступок прямо? Да пофиг, ну почему не придумаю. Не, ну подожди, не все. У нас коммуникация работает, чё, мы не сможем? Ну чё, погнали, кто быстрее, да? Да, давай. Три, два, один. Я выиграл. Ты подожди, кто? У меня пустая бутылка уже давно. Пустая? Да. Не, серьезно. Да не, я шучу. Ааа, прикинь, я пошутил. Я такой наивный, я вот серьезно. Он подменил, в какой момент он достал, я вот так сидел, но я вроде видел, он по чуть-чуть пил. Да не, я просто прикольнулся. Просто прикольнулся? Мы не будем никак? Не, не, не будем. Какой шла, ничего. Детский сад, что ли? Давай заканчивать интервью у нас. Давай. Жень, блин, спасибо тебе. Не, офигенно. Шлеп получается, да, все, давай. Давай, я поеду. Все, пока. Бутылку выкидешь. Да не, я не шучу. Серьезно? Ты поехал, да? Ну да. Ну да. Бутылку выкидешь. Да я не шучу. Погоди, он подзвонит. Оставаясь на линии, вы даете согласие на послушивание рекламной кампании. Здравствуйте. Так, а на чем мы остановились? На чем? На том, что, блядь, давай это сам заканчивай. Заканчивай? Да. Блин, а можно тебя попросить? Нет. Ну, об одной помощи просьбе. И все. Все, нет. Ну почему? Да, почему нет. Ну почему? Нет, почему нет. Ну ладно, я шучу. Вот я такой прикорюсь. Да? Блин, ну ты заставил меня занервничать, честно. Потому что ты рассказал, ну правда, смотри, ты рассказал такое предисловие. Предисловие, просто ты меня вот опустил, понимаешь, вот в это детство, в те моменты, где я был плохой парень, понимаешь. Вот я тогда, вот я, во-первых, прошу прощения всем. Да, заведующий. Да нет, серьезно, всем детям, я говорю, так поступать нельзя, это очень плохо. Я потом все это пересмотрел в жизни и стал меньше. Я наоборот даже вот где-то, вот ты правильно говоришь, где-то седьмого класса, я стал смотреть вот больше на ребят, знаешь, которых обижают, которых трогают. Говори, я, блядь, недавно плакал. Знаешь, кого я увидел? Ну, кого? Моя параллель. Ну. Да, 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 был такой. Нет, он всегда молчал. Он всегда стоял. Да, и его, блядь, хуй на него хоркали, блядь, ногами, блядь. А знаешь, почему продолжали? Потому что вот это, ну, тоже можно понять, человек, он раз его как-то сорвет. Короче, пиздец, я его, я не защищал его никогда, я обвел себя отвратительно, и недавно я такой, иду, и говорю, привет, он такой, о, привет. Мы четыре часа с ним гуляли по металке, блядь, он с приветом, блядь, ну вот он, он что, виноват, блядь, что он с приветом? Какие мы дети гады, блядь, дебилы, гады, 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 очень плохо. Фу, блядь. Ты знаешь, как я? Фу. Я сейчас преподаю в трех детских садиках, и каждый раз, вот в садик приезжая, я вижу вот этого пацана, который всех, там, понимаешь, там, фигачит. И знаешь, как я его? Я его теперь ловлю так за руку, говорю, ты джентльмен или нет? Вау. Почему ты можешь девочку убрать? Ты смотрел фильм «Чекармена»? Я говорю, у тебя мама. Девочка, да, я говорю, ты ее бьешь, он раз, задумается. Света Кирюхина. Это сейчас Кирюхина, Света. Я не знаю, кто это. Ответь. Да. Алло, Настен. Это не Настя. Ага, Жека, привет. Слушай, скажи мне, пожалуйста, в Семишагов где стоит такой кофейный напиток, который, помнишь, вы нас угощали? Рядом вместе лежат кофейные всякие напитки. Или где цикори. Смотря что магазин, в каком он районе. Понятно, в Рыбацком. В Рыбацком, в Рыбацком. Я вижу, не вижу, я вижу отдельно цикори стоит. А, вот, Кирюха нашел. Фу, слава богу. А, все, Жень. Давай, пока. Извини, пожалуйста. Давай, ага. Пока, пока. Да, Настя. Смешно, смешно. У Настенки. Так, а мы о чем трепались-то? Слушай, ты трепаешь. Слушай, Женька. Ну. Я, короче, всем твоим подписчикам желаю благополучия. И говорю им всем, ребята, прыгайте посмотреть у Женька офигенную рубрику, которая мне очень нравится. Это «Плачу за ответы». Вот это. Смешно. Мне очень нравится вот эта рубрика «Плачу за ответы». И как бы я сейчас, Женька, я специально из дома, короче, взял сотку. Ну. Можно? Я вот, понимаешь, я всегда, когда смотрю эти программы на Ютьюбе. Я никогда не бывал на Ютьюбе, и я вижу, как вот этих ловят ребят и говорят, «Стой! Давай я тебе задам пять вопросов по литературе, если что». Короче, я тебе заплачу, косарь. И я все время сижу и думаю, все ответы знают. А потом говоришь, а вот сидел бы я там. Вот не знаю, как. Женек, короче, я хочу тебе заплатить за игру, заплачу за ответы. Ты можешь со мной сыграть в нее, пожалуйста? Это самое... Слушай, нет. Давайте все задонатим Женьку по сотке, чтобы он, короче, сыграл со мной в эту игру. Пошли, пошли, давай. Фу, бля. Это вот эта штука, и ты ее рекламируешь. Блин, тогда не поедешь. Ссать не хочешь? А можно, да, где-нибудь пописать? Вон там хотя бы, над забором. Иди. Не попозже. Он тебя заберут. Тут камера везет. Подержи, опять-то, слушайте. Сейчас это звонит. Жень. Опять мне звонит, ну, ёлки-палки. У нас это самое, идет сейчас съемка. Ну, давай. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда, я представляю официального дилера Lexus в Санкт-Петербурге. Лексус? На автомобиле марки Lexus можно получить выгоду до 377 рублей. Не интересует у вас приобретение автомобиля? Так сколько стоит-то будет? Алло? Сколько стоит-то будет Lexus в итоге? Да, сейчас я вам скажу. А вы какую модель рассматриваете, чтобы я вам сказала по стоимости? Вторую, конечно. Вторую. А что-то у вас плохо слышно. Вторую! Вторую, да, вторую. Вторую. Ну, у нас, смотрите, есть ES, NX, RX, LX и GX. Из этих рассматриваете какую-то? Какая? BX, нет, там нет BX. LX, LX17. Как легенда 17. Это выгодный дорожник. Что? Идет у нас стоимость, стоимость для базовой комплектации 6 миллионов 665 тысяч рублей. Эта цена указана без учета выгода. Помогло бы вас интересовать это предложение? Да нет, столько бабок, что-то нету. Тогда я не вижу спокойствия. Всего доброго, до свидания. Сучка, блядь. Надо было себе понять, что ты бедный. Расстроило, блядь, только меня надо. Всего, мне нравится, всего за 6 миллионов 700 тысяч. И скидка 370. Сколько стоят кроссовки? Тысяч пять. Давай тогда ты вот хотел, чтобы я тебе задавал вопрос, правильно? Вот, пожалуйста. Ну, давай. Давай прям сыграем. Давай сыграем. Вот, пожалуйста. У меня есть закладка. Не поленись. Я готов. Вот не поленись. У меня все есть. Ты нарежешь? У меня уже все нарежу. Здесь вот этот вопрос, внизу написано, я думаю, там мы сделаем звук с тобой вот этот. Надо будет монтировать все это. Ты не хочешь ничего монтировать? Я помонтирую. Ес! Поехали. Привет. Плачу вопросы за ответы. В гостях у меня Александр Матвеев. Вопрос анатомия. Первый вопрос по анатомии. А они разные темы будут? Разные. Фу. Сколько в среднем весят мышцы человека? Варианты ответа. Нету. Подожди, я захотел пухнуть. Подожди. Только ты помнишь, оставайся там и сюда не заноси. Ё-моё. Это потому что ты ешь всякие эти протеиновые штучки, чтобы мышцы у тебя разлили. Мы вообще не ем штучки. Ничего не ешь, что ли? Ну. Мы катимся в твоем ручнике. Давай. Посмотри, а смотря у кого. У ребенка в среднем это весит там килограммов 15. Давай другой вопрос. Давай. Как я классно. Какая кость в скелете самая длинная? Кость? Кость. Самая длинная? Самая длинная. Единственное, что я могу предложить, это другой вопрос. Нет, а варианты ответов вообще нет. Я должен тебе варианты ответа давать. Нет? Ну вот скажи. Блин. Сотка на кону, 100 рублей. 100 рублей. Самая длинная кость это позвоночник. Бедро. Бедренная кость. Бедренная кость. Да, да, бедренная кость. Нет, дурацкий вопрос. Давай. Назовите имя первого белорусского первопечатника. Ваня. Нихуя. Руслан. Нет, первое Францисского зовут. Это он в Белоруссии был? Да. Франциск? Да, Скорина. Скорина-ко. Нет, просто Скорина. Скорина? Да, да, да. Капец. Ты пил из этой бутылки? Да. Может ты меня заразил? Скорее всего. Сказка Курочка Ряба на самом деле имеет автора. Назовите его имя. Ты знаешь этого мужика. У этого мужика есть словарь. Словарь имени... Имени Даля. Правильно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Насрать. Насрать. Он знаком многим. Да. Был и художником, и доктором, и путешественником, и космонавтом. Кто это? И путешественником, и космонавтом. Я помню, что он летал на Луну со своим другом. Они, короче говоря... Армстронг, что ли? Нет, смотри, смотри. Я помню, что они когда были на Луне, оказывается, там были другие еще люди. И его кореш придумал бизнес. Он делал соль, потому что соли нигде не было. Кореш любил похавать. А сам вот этот вот лох. Он реально лох, потому что он ничего не знает по жизни, вообще ничего. Его и зовут. Не помнящий? Нет. Ну, это детская хрень. На Луне. Не знайка? Ну да. Молодец! Можно про литературу вопрос? Какой перевод у слова Мцири, одноименного произведения Лермонтова? Ох, Женя, мне стыдно, я не знаю. Да и я тоже бы этого не знал бы никак в жизни. И что за перевод? Послушник. Послушник. Простите. Так что, мы же закончим эту рубрику? Давай. Давай? Да нафиг, все. Да все. Мне понравилось, я сыграл. Ну, то есть я почувствовал это. Почувствовал? Ну, ты не по-настоящему со мной сыграл. А как надо? Ну, как ты там со всеми играешь? Ко мне задавал легкие вопросы. Очень легкие. Вообще легкие. Очень легкие. Просто вот, ну, которые мы с тобой знаем. Я тут пересворялся с Толстым из Булгакова. А это с Толстой. Оканчивается на Ой. Тол. Слушай, это прикол. Мировой человек он. Лев. А в конце Ой. Лев. Ой. Какой? Ой. Лев вот какой. Т. Лев. Та. Лев. То. Какой то? А в конце Ой. Лев. То. Л. С. Там многие думают, что это постанова. Нет, это не постанова. Нет, они просто тупорылые на всю голову, блин. Ну что, Александр, как ты мне советуешь это видео? На сколько минут сделать? Ой, слушай, ну точно не пулять его в полном объеме. Нет, по-любому надо подрезать, потому что где-то там пукнул. Это очень было неприлично. Слушай, я не знаю, мне кажется, что... В таком формате надо пулять минут на семь. На семь минут? Ну конечно, это же получается такое, знаешь, и немощное интервью. Знаешь там, типа, как ты чего там... Вообще ничем не пахнет. Ну это вот такой, да, контент как бы получается. Ой, я тут... Это классно, да? Это было круто. Блин, ну знаешь, чего обидно? Дочке такое не покажу. Так бы я показал? Ты дочке не показываешь? Я в последнее видео так много матерился. А я, кстати, за все это время ни разу не сматерился, представляешь? Какой я молодец! Какой я молодец! Ну я не особо тоже матерился. Нет, согласись, попипись. Согласись, не бесись. Согласись, попипись. Блин, согласись, попипись. Короче, давай новый движух. Погнали. Рифмы, типа. Рифмы? Дается рифма? Давай. И мы должны. Быстрее рифму, короче, все, скажи туда-сюда. Поехали. Рифма. Какашка. Букашка. Джей, ты проиграл. Ну давай заново. Ну давай. Писька. Ты проиграл. Киська. Киська? Да. Сиська. Миська. Няська. Ты дыська. Муська. Какой попысь. Саська. Сосиска. Дуська. Муська. Каська. Ласька. Караська. Караська. Маналка. Маналка. Мангалка. Хорошая рубрика. Слушай, ну и потрясающая игра получается. Такая интересная. Слушай, а ты потом вот это все чекмонишь? И как ты это пытаешься скомпоновать? А сквозным что у нас идет? Ничего. Ничего сквозного? Ничего. Ничего. А ты оставишь в описании мой инстаграм? Да блядь, базара ноль. Он будет всю дорогу вот светиться вот здесь вот. Нееет. Не надо это. Рядышком. Надоест. Не надо, да? Да надоест. Маленькие. Ну может быть в представлении когда-то напиши. Шрифтами. А. Б. А важно то, что пердеть надо. Ну безусловно. Держать в себе не надо. Я помню, когда вот я еще вел матер-классы всякие. И ты вот хочешь пернуть, да? Ну ты не можешь себе такого позволить. Потому что сидят люди. Так ужасно. Такой дискомфорт. Это в желудке. Это просто. Ты ешь. Блядь. Как бы сейчас хорошенько пропердеться, чтобы все это отпустило. Пердите. И видишь, и уже это полезный контент. Сечешь, да, поляну? Шлепнем хоткета. Давай. За этого. Я выжму из него. За генерала Юнукеева. А за кого еще пить, Саша? Ну, давайте отолью. Давай немножко. Да не, холбасни оттуда. Да нет, давай. Да я уже все. Ты путешь коронавирус. Да, ты уже пил. Да, да. Да, уже пол. Вопрос очень серьезный. Сколько платят бабок артисту, который играет в спекале? Жень, на самом деле немного. Что ты не хочешь говорить, что ли? Нет, почему? Я получаю 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей. В киношке играешь сейчас? В сериалах снимаюсь. В большом кино. Сколько платят тебе за съемочный день? Я, наверное, не имею права это рассказывать. Ну, слушай, скажу так, средняя цена везде 20 тысяч рублей. За день, да? Ну, слушай, когда, наверное, ты студент, да, тебе платят тысяч 10. Когда ты вот уже молодой артист, тысяч 15. Ну, все зависит опять же от проекта. 15-20 тысяч в сутки, да? 15-20 тысяч, ну, да, тебя, так сказать, тебя арендуют вот на сутки. Я же еще в трех детских садиках работаю. Прямо в детском саду? В трех. И что ты делаешь там? Я преподаю актерское мастерство в частных садках. В маленьких детях? Ну, у меня гимнастика лица, ритмопластика, работа на внимание, координация движения, скороговорение. А что платят? Не скажу. А что это? Ну, чего ты? А что это ты не скажешь? Ну, интересно. Ну, ну, вот факультатив. Факультатив. Это платят родители за факультатив. Там по 300 рублей скидываются все там группа. Ну, там такие садики, Жень, что там скидываются чуть побольше родителей. По 600 рублей. По 600. По 600 человек. По 650. 20 человек умножим на 650. Будет 13... 130? Блядь. Так, подожди. Женька, Женька, бежать. Подожди. Бежать уже? А ты что сейчас? Зачем тебе бежать? Я же в металлострой поеду. Мне надо в металлострой приехать. Туда приедут мама, папа. А, да, да. Сейчас быстренько посчитают зарплату в садике. Давай. 15 600? Сколько? 15 600. В месяц? В месяц? Нет. В день? Да. Серьезно? Да, я 15-ку получаю, короче, в девушку. Ладно, последнее движухо. Актер, который снимался в Горько, Лысый, из тюрьмы, который вышел такой парень. Одно лицо. Да, ну слушай. Зубешники похожи. Ну, надоело это уже сравнять. Первый, с кем сравнивали, самый первый, это, конечно, Петр Первый. Все говорили, ну ладно, гоню. Нет, все сначала говорили, Саня, вышел чудесный сериал. Бригада. И там был... Саня Белоба, знаешь, да? Там был Дима Дюжев. Ну да. Такая только у меня Макла Джексон. И все говорили, во, на Дюжева похож. Вот, потом я похож на Пастернака, чуть-чуть, можете загуглить. Пастернак. Хватит, тебе уже пора. Уже пора. И парень. Вот про Сашу пора тоже. Тебе ждут уже Митлострой. Все, похож, похож, молодец. А что еще хочешь про себя рассказать? Ты, говорят, похож. Да иди ты нахуй отсюда. Ну не стыдно, Саня, ну кому это интересно будет? Да никому. Конечно. Да только нам с тобой интересно. Давай, Женя, я погнал. Как мы? Жуй-жуйку? И будешь как весело, жевательно, азишметка. Есер. Подожди, Саня. Ну ты чего, подожди. Ну сможешь еще раз залить еще быстренько. Давай там скажи, пускай они подписываются на подписчиков и делают лайки. Ребята, короче, Женечка, Женюлечка из Металочки, ваш любимый Негодяй ТВ. Быренько, быренько нажимаем лайк, понравилось. Комментируем, говорим, все было просто шикардос. Только пиздатые комментарии. Ну не знаю, на самом деле, мне кажется, любые комментарии. Нет, только пиздатые. Любые комментарии. Какие? Пример. Пример. Женек, короче, тут посмотрел у вас с этим парнем, вообще не знаю, кто это. Такой классный парень. Но он классный, прикольный. Да-да-да-да. Можешь кинуть. А ты говно. А ты так себе, типа можешь сказать, где он там работает или что-то. Вот, и обязательно колокольчик, подписаться, чтобы Женька, когда вот это выложил, вот эту всю историю, у вас как бы это бах, сразу в Ютьюбе, тренд номер один, Негодяй ТВ, Саня Матвеев. Рагнара Лорд Брока знаешь? Да. Серьезно знаешь? Серьезно знаешь? Серьезно знаешь. Хорош. Слушай, на тебя похож чем-то. Заскрипела уздежка. Женечка, пока. Я пойду арбуз куплю. Иди купи, а я погнал. Так, ну что там, привет никому не передавай. Все, договорились. Тебе привез. Саня, пока. Пока. Пока.